Так, все так же обезжириваем поверхность. Наносим клей, прикладываем и даем остыть какое-то время. Так, после того, как деталь остыла. Так, значит у нас остыла и пробуем вытягивать металл. Главное поймать тот момент, когда клей не оторвется и деталь начнет выпрямляться. Так. 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 Так, если посмотреть, у нас почти ровно, почти стала ровная деталь. Металл здесь толще, чем автомобильный. Так, ну я заменил на желтый клей. Желтый клей используется для машин, выпущенных в Европе. У них краска, как продавец, обещает, что потолще, чем. Автомобили выпущены в Азии. Давайте нанесем клей и посмотрим, что из этого получится. Прижимаем, ждем, когда высохнет, когда засохнет. Так, ну клей у нас вроде бы подсох. Давайте попробуем вытянуть металл данным клеем. Это желтый клей для европейских автомобилей. Металл также смещается, как при белом клее. Металл. Далее. Далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже по отражению видно, что металл вытягивается... Продолжение следует... 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 Так, ну клей у нас, я думаю, что высох. Пытаемся вытянуть им что-нибудь. Так, носку закрепили, выкручиваем. Видно по отражению, что металл выгибается, похрустывает. Так, ну однозначно белый клей. И это, можно сказать, обычный клей, который продается в магазине. Потому что он очень слабый, в отличие от других, от этого же желтого, либо черного. Видно, что деталь уже начинает выгибать вверх больше, чем нужно. Вот, видно. Вот, видно. 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 Видно.